Вы на канале улицы Москвы и гулять мы сегодня будем по Волоколамскому шоссе в районе больницы РЖД, бывшей больницы, Министерства путей сообщения Посмотрим в сторону области, туда Тушинский тоннель Здесь вот шоссе проходит через канал имени Москвы, Волго-Московский канал Но вообще Волоколамское шоссе является северо-западной вылетной магистралью Имеет протяженность 7 километров 600 метров Идет от развязки с Ленинградским проспектом на Соколе До Московской кольцевой автомобильной дороги Проходит через несколько районов Такие как Сокол, Щукино, Покровское, Стрешнего После МКАД уже продолжается как дорога на Волоколамск Ну а также Пятницкое шоссе также от него ответвляется Вот, кстати, автобус номер 904 Идет как раз на Пятницкое шоссе По которому мы тоже гуляли не так давно Проезжал, кстати, сейчас Платформу Покровское, Стрешнего Были комментарии Просили там снять, показать Ну я думаю второй раз сейчас этого делать не буду Но скажу, что для тех, кому интересно Платформа до сих пор на местности есть То есть ее не снесли Просто Демонтировали лавки, урны И все такое, что там находилось То есть остался навес и платформа То есть физически платформа существует До сих пор А закрыта она была Одновременно с открытием Новой платформы у метро Щукинская Кстати Раньше дублер вот этот Который находится На четной стороне Он являлся основной трассой Примерно до 60-го года До реконструкции А сама вот эта трасса Являлась трамвайным проездом Поселка Покровская Глебова До включения Онова В состав города Москвы Здесь вот такие кирпичные дома В этой части Считаются очень хорошими Вот эти башни Тишинская Вулыка Москворецкая Какие-то из них Ну и много тоже новых Различных Домов строится Здесь в окрестностях Взять тот же Жилой комплекс От Пика Волоколамская 24 Проходят за Здесь так же Линия трамвая Вот По противоположной стороне Не зря же был Трамвайный проезд Ходит шестерка Шестой маршрут Тут единственный В данной части Туда ближе к Соколу Побольше будет Маршрутов Домов строится вот поехал трамвай как раз по шестому маршруту это новые новые трамваи называется львенок и их как раз пускают сюда на северо-западную сеть трамвайную долгое время здесь нет не обновлялся на ней подвижной состав после того как пес и запустили дальше витязи уже на основную сеть направлялись и вот с недавнего времени здесь тоже стали обновлять парк ремонтировать пути вот здесь рекламируют символ хотя где символ а где влоколамка немножко другая часть города здесь вот недалеко поворачивает и ваньковское шоссе идущие покровскому берегу и усадьба также покровская глебова на которой мы смотрели а я не знаю сейчас я посмотрю сколько сколько идти еще до этого до покровского стрешнего может и может через паузку мы взглянем на нее потому что ну интересно людям было раз мы здесь уже находимся я думал что не пойду уже туда но так как тут получается одна остановка до нее вот это у нас покровская глебова остановка которую кстати экспрессы пропускают вот он забор этой усадьбы старинная усадьба а правда на территорию основного архитектурного ансамбля тут не попасть мы гуляли когда в парке покровской стрешного в этом убедились вот там ворота дальше а вот еще старые татры пошли по трамвайной линии мне чё-то кажется что они скоро под списание пойдут так ну вот у нас и ваньковской шоссе идет на покровский берег туда обособленная территория с очень крутыми жилыми там корпусами комплексами преимущественно малоэтажной застройки ну вот мы сейчас подошли сюда к воротам усадьбы вот этот церковь но мы тут были да когда вот гуляли по парку покровской стрешного сейчас палочка ну а пройти можно только на территорию с этой церквушки оттуда вход закрыт так сейчас сейчас посмотрим как дальше двигаться будем но мы я думаю сейчас сверху пройдем по пути проводу над рижским направлением и взглянем отсюда как раз на платформу а вот по соседему мостику трамвай мостик там обособленный исключительно для трамвая так же тут нашему взгляду открывается уже так это по моему строящийся жилой комплекс волоколамской 24 вот это ли здание так ну вот наш покровская стрешнего все-таки дошли вот здесь кстати можно посмотреть на парк пруд иваньковский ну и вот платформа покровская стрешнего демонтировали там все кроме навеса со зданием сейчас виволга проследует без остановки демонтировали даже светильники но сама платформа пока что остается зачем то ее пока оставляют вот так вот ну да я думаю сверху вида будет достаточно поэтому завершаем наш выпуск смотрите канал улицы москвы вот так вот